Первая линия сверхвысокого напряжения была построена ещё 30 лет назад. Она питала не только металлургические гиганты Хакасии, но и обеспечивала производство в других регионах. О необходимости в параллельной магистрали заговорили после аварии на СШГС. Вторая цепь обеспечит надёжность линии. Первоначально результаты этого проекта должны удовлетворять надёжности электроснабжения. Строительство ведётся быстрыми темпами. За несколько месяцев подрядчики установили более сотни опор и протянули километры проводов. Значительной реконструкцией подвергнется и сама подстанция Абаканская. Несколько дней назад здесь вырыли котлован. Вскоре из него вырастут дополнительные помещения. То есть это строительство уже здания под ячейки РЗА непосредственно, это защиты по линии. Все строительные работы энергетики федеральной сетевой компании планируют завершить к концу года. В новых помещениях будет установлено современное оборудование. Три таких щита заменяют целый ряд советских громоздких шкафов. Появятся на территории подстанции две дополнительные ячейки для захода новой линии электропередачи, где установят самое передовое энергооборудование. Именно им и будут управлять специалисты из общеподстанционного пункта. Всего в новый проект энергетики планируют вложить 14 миллиардов рублей. За счет ввода в действие этих линий будет легче производить ремонтные работы как на оборудовании подстанции, так и на оборудовании линий. Наталья Харитонова, Антон Новожилов, Вестихокассия.